Саша Стоун и Карина Кросс могут вернуться в новом сезоне «Звёзды в Африке». Настя Бэтбарби впервые рассказала о своих отношениях. Амина больше не скрывает нос, Влад А4 вернулся в прошлое, а Даня Милохин получает гражданство в Казахстане. Всем привет! Это канал ОК Блогер, и сейчас ты узнаешь самые свежие новости о блогерах и трендах. Подписка, лайк и колокольчик, и тогда всё будет топчик. Бери свои любимые вкусняшки, присаживайся поудобнее и погнали! Куча событий развернулась вокруг отношений или хорошей дружбы между Димой Евтушенко и Симбочкой. Во всю эту историю неожиданно вклинилась Оля Шелби и в комментариях под одним из роликов подтвердила, что ребята встречаются и уже давно. Я сделал об этом пост в Инсте, его заметил Дима, который был явно недоволен таким развитием событий, пообещав рассказать всю правду на стриме. Перед зрителями они появились вместе с Кариной, чтобы поотвечать на всех волнующие вопросы. И не забыли опровергнуть слова бывшей девушки, так как они на данный момент просто друзья. Да, весь час спамит один вопрос, вы пара? Ну, мы считаем, что мы друзья. Три-четыре дня назад впервые в жизни увиделись. Или давайте так, я не из тех людей, которые за четыре дня могут сказать, что всё, у нас уже отношения, там, любовь, мы парень, девушка или там что-то такого плана. Возможно, каким-то другим людям это легко, да, даётся. Там, за три недели сразу всё там отрезать, как бы сделать всё. Ребята знакомы по интернет-переписке уже больше трёх лет, но в реальной жизни впервые встретились всего четыре дня назад. О каких-то чувствах они не ведут речи, но предполагают, что такое случится. Многих ещё пугает разница в возрасте, так как девушке 19 лет, а Диме 26. Для симбочки же после их знакомства это уже не играет роли. О тему с Олей и Шелби Диму вновь поднимать не хотел, но когда вопросов в чате было слишком много, парень показал лишь одно сообщение. Ему написала бывшая девушка Никиты Голева Алина, которая переживает похожие эмоции. И с тем, что блогер сказал в своём ролике о предательстве и плохом поступке новой парочки, она полностью согласна. Можете поставить на паузу и прочитать все её слова полностью. В СМИ и пабликах продолжают портить информацию о полном переезде Милохина в Казахстан. Вчера на различных ресурсах пошла новая волна заголовков, что Даня там получает гражданство и даже покупает ради этого недвижимость. Всего этого начитался его продюсер Ярослав Андреев, которому вновь пришлось это опровергать. Сперва было смешно, но когда знакомые из СМИ стали спрашивать, правда ли это, пришло осознание, что люди могут верить в любую чушь. Также Ярик добавил, что его переезд связан исключительно с полноценно работающими соцсетями и ничем другим. А сегодня ночью прошли съёмки нового клипа Дании на тот самый трек про выпускников. На ночь они арендовали одну из местных школ и одну из сцен с танцами на камеру записывал сам тиктокер. Задумалась над записью первой сольной песни в стриме Шакулич. Хоть у неё есть некоторая симпатия к инста-самке, делать в её стиле нет желания, а хочется попробовать что-то милое и красивое. И Аня, кстати, один из тех блогеров, кому реально стоит попробовать, так как она не раз показывала свой красивый голос. Я не хочу без тебя спать, я не хочу умереть в кровати, я не хочу без твоих объятий. Немного в прошлое решил вернуться Влад А4. Под вечер он сообщил, что едет красить волосы и устроил голосование, какой цвет подойдёт ему лучше всего. Большинство отдали предпочтение натуральному, чтобы бумага походил с ним весь год. И он действительно перекрасился снова в брюнета. Возможно, что и сам давно хотел этого, а тут ещё подписчики оказались с ним солидарны. Небольшое дополнение в продолжение темы Эмиля и его якобы конфликта с Лигой из Акрида. На дне рождения парень появился не случайно, его недавно лично приглашал Супер Стас. За день же до вечеринки на стриме он подтвердил, что все они остались в хороших отношениях. И не стоит искать в его перерыве от карьеры каких-то загадочных скрытых смыслов. Что спрашивать? Мы до сих пор общаемся. Он сегодня будет у меня на день рождения. Человеку нужен отдых. И мне кажется, он имеет на это право. В любой момент. Он же не на работу ходит, верно? Никакого скрытого смысла нет. Дендра Лебай уже судьба подсказывает, что пора снимать маску. Вчера она опубликовала кучу историй, на одной из которых девушка закрыла свой нос смайликом. Но некоторым попался вот такой кадр, где смайлика никакого нет и нос хорошо просматривается. Скорее всего, Амина в спешке просто забыла его закрыть, хотя после пояснила, что это был какой-то баг от соцсети. После же череды совпадений, когда ее несколько раз показали без маски, верится в теорию, что все это не случайности. Возможно, так девушка хочет посмотреть, как на нее реагирует аудитория без главного атрибута, а уже потом попытаться от него избавиться. Тендерли еще начала осваивать новый для себя навык. На днях стримерша записалась в автошколу и принялась изучать правила дорожного движения. А в дальнейшем планирует сесть за руль собственного автомобиля. Что-то похожее в планах есть у Кати Адушкиной, но учится она уже два месяца. Все в целом идет хорошо, пока есть проблемы с изучением теории. А вот у Луны Ком появилась куча хейтеров на Твиче. У нее в целом позитивный образ во всех соцсетях. Она пытается дружелюбно общаться, держать постоянный коннект с аудиторией и делиться с сокровенным. Но на стримах такое поведение не оценили, хотя Ли не кажется, что ее просто еще полностью не знают и поэтому возникает такая реакция. Самым же дорогим на данный момент для нее человеком является Амина. Без нее у нее нет желания проводить даже дня. И это взаимно, о чем подруга не раз рассказывала на своих трансляциях. Подписчики Насти Бэт Барби давно поняли, что она сейчас встречается с тиктокером Максом из объединения SkyFam. Но помимо кучи милых видосов не хватало официального признания. Оно случилось в новой серии реалити их команды, где Настя поделилась, что новые отношения помогли ей вновь поверить в любовь. Я прям, я перестала верить в любовь. Я прям думала, что все, моя судьба, до конца жизни, страдать. Я так безумно благодарна, что... Ты для чего? До этого же, как вы знаете, ее чувства были разбиты Даней Бумом, который в целом плохо вел себя и всячески обвинял Настю, что у них ничего не получается. В тот момент она даже не хотела с ним общаться, но эта история осталась для нее в прошлом. Вчера прошла ежегодная музыкальная премия от телеканала RuTV. Звезды пытались вновь выделиться на общем фоне, экспериментируя с образами. Вот такой необычный лук подобрали для Ани Покров стилисты. Катя Адушкина тоже потратила полдня, чтобы найти шикарное вечернее платье с привлекательным вырезом. Маруся и Ди занимались своими образами самостоятельно и у них получилось выглядеть стильно. А например, Дава, не отходя от классики, выбрал черный костюм с пиджаком, который был увешан различными рюшками. В своем стиле с юмором вышли на красную дорожку Гусейн Гасанов и Карина Кросс. Ребята за 3000 рублей купили специальную экипировку, в которых обычно ходят на заводах. И это было неким стебом над фразой, что блогерам особенно сейчас пора найти нормальную работу. Помимо этого, Саша Стоун, который был ведущим, завел речь про звезды в Африке. Гусейн впервые рассказал, что сейчас ведет переговоры на участие в третьем сезоне. И также намекнул, что возможно Карину или Сашу снова возьмут в проект. Ты не хочешь в Африку полететь? Вот мне, сейчас мы обсуждаем на следующий раз. Ну вы пойдете со мной тоже? Если пригласят, то скажут. Там вроде зовут ребят, которые уже были. Не знаю. Есть такая информация? Это я ничего не знаю, это Гусейн что-то придумал здесь. Нет, на самом деле... Спинал же звезды в Африке выйдет уже сегодня. 14 недель мы следили за различными скандалами, преодолением себя. Кто-то раскрыл себя как личность, показал все скелеты в шкафу. И сегодня все это достигнет логического конца, и мы узнаем главного участника, выигравшего 5 миллионов рублей на благотворительность. Как всегда, жду в своем телеграм-канале, серию постараюсь выложить раньше, чем на телеке. Ссылки на него в описании и закрепленном комментарии. Ютуб наверняка не показал тебе какой-то из этих роликов, но в них не меньше интересных новостей, поэтому обязательно загляни туда. А я жду тебя как всегда завтра на этом же канале, увидимся уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok